Пришла весна, вылезли подснежники, но, к сожалению, не только цветы. Весь город буквально усеян старыми машинами, автохламом, который зимой было не видно, он скрывался под снегом, но по весне оттаял. И некоторые машины стоят на дорогах и во дворах годами. У властей порой просто нет рычагов, чтобы как-то исправить ситуацию. Но уже сейчас в Ярославле рассматривается проект постановления, который позволит эвакуировать такие машины в принудительном порядке. Материал Захара Копова. Разбитые стекла, раскуроченный салон. Еще совсем недавно на этом месте был сугроб, однако с приходом весны картина в корне поменялась. Судя по всему, владелец этого, не побоюсь слова, автохлама, явно не собирается освобождать придомовую территорию. Таких подарков весны в Ярославле не один десяток. Разбитые и зачастую ненужные авто стоят на тротуарах, парковках, во дворах, на газонах. Во дворе также стоят, оставляются машины и стоят, можно сказать, крылыми годами. И владельцы ничего с этим не делают. Я думаю, что это нужно уже как-то решать, либо искать владельцев, либо эвакуировать такие машины. Соцсети буквально забиты фотографиями автохлама. В интернете машины-подснежники сейчас одна из самых обсуждаемых тем. Пусть дорожники металлолом по городу собирают, а то у них вечно денег на ремонт дорог нет. Просто улыбнуло вчера. Все ездил мимо сугроба, а тут появился автомобиль. По Титова, 14, во дворе с осени стоит авто с украинскими номерами. А это типичный представитель семейства так называемых подснежников. Вид автомобильный произрастает приблизительно в конце марта-начале апреля. При большом желании можно подойти и даже что-то нарисовать. Однако не рекомендуется. Все-таки не очень чисто. Регулярные рейды сотрудников полиции помогают выявить владельцев авто. Сумма штрафа небольшая – от 500 до 2000 рублей. Если же такой автомобиль размещен с нарушением правил дорожного движения, то к этой работе будут подключаться сотрудники ГИБДД. И в отношении владельцев будут также составляться административные протоколы. Если же автомобиль мешает проезду, то будут приниматься меры вплоть до эвакуации. В районных администрациях, куда поступают жалобы от жителей, говорят о несовершенстве законов. Принудительная эвакуация не разрешена, если правила дорожного движения не нарушены, даже если машины стоят годами. Приходится находить автовладельцев и уговаривать их убрать транспортные средства. Встречаются такие, которые не хотят этого делать. Сотрудники ГИБДД в данном случае бессильны, потому что нарушений правил дорожного движения данными владельцами не допущено. Поэтому, соответственно, какие-то принудительные меры к эвакуации данного автомобиля, они принять не могут. Сейчас, отмечает Александр Белозеров, в мэрии Ярославля рассматривается проект постановления, которое позволит принудительно эвакуировать машины, если ими не пользовались больше трех месяцев. Чем быстрее нормативный акт вступит в силу, тем скорее город избавится от железных подснежников. Захар Акопов, Игорь Морщиков, Вести Ярославль.